Всем привет! С вами канал GameStones и я его ведущая Ольга Меликян. Ижидеид и нефрит минералы очень похожие. Они могут иметь схожий цвет, то есть они могут быть и оливковые, все оттенки зеленого, и даже белые, молочного оттенка, лилового, и может быть ижидеид и нефрит. Кроме того, у обоих повышенная вязкость, они достаточно прочные. К тому же они могут быть как прозрачными наполовину, так и полностью непрозрачными. Так какие же все-таки есть способы визуально отличить эти два минерала? Самый простой способ это визуальная оценка. То есть, грубо говоря, если вы возьмете жидеид и нефрит и сравните их два визуально друг с другом. Если посмотреть на жидеид, то его структура будет зернистая. То есть, при увеличении можно под лупой, можно просто с фонариком, можно увидеть такие зернышки округлые. В отличие от нефрита. Нефрит имеет скрытокристаллическую структуру, и таких вот явно выраженных зернышек округлых вы в нефрите не увидите. Максимум вы там увидите такие продольные волокна. К тому же для нефрита визуально характерны черные включения, как черные мушки. Зернистости у нефрита не может быть совсем, а волокна могут быть немного отличаться по цвету. Проверка твердости. Сразу могу сказать, что проверить твердость можно только на собственном изделии, потому что царапать, либо как-то проверять твердость на изделии, которые вы еще не купили, конечно, никто не даст. Твердость жидеита 7 по шкале мооса. Он более твердый, чем нефрит. Поэтому, если вы возьмете стекло и поцарапаете, попытаетесь поцарапать жидеит с обратной стороны ювелирного украшения, то с жидеитом ничего не произойдет. То есть никаких отметин, полосок или царапин не будет. А вот твердость нефрита 5,5 до 6 по шкале мооса. И нефрит как раз стеклом поцарапать можно. Поэтому будьте осторожны, если это ваше украшение, постарайтесь, если осуществляете проверку твердости, но на том месте, где это не будет заметно. Просмотр блеска. У жидеита и нефрита совершенно разный блеск. Хотя на первый взгляд кажется, что одинаковый. Жидеит имеет более сильный, я бы сказала, стеклянный блеск. И он идет от поверхности. У нефрита блеск более матовый. Про него часто говорят восковой блеск. Если представить, грубо говоря, воск, который после свечи остался, примерно такой же эффект будет давать поверхность отполированного нефрита. Как вы знаете, нефрит часто любили китайцы именно за то, что он издает определенные музыкальные звуки. У жидеита такая способность есть, но она очень слабо выражена. Практически не чувствуется слухом. Так вот, можно постучать жидеитом об жидеит, как и нефритом об нефрит. Если вы слышите некое музыкальное резонирование, то с долей вероятности высокой это у вас нефрит. При условии, что все остальные факторы также совпадают. В любом случае, если вы приобрели жидеит, а это оказался нефрит, это, на мой взгляд, не самая обидная потеря, потому что и жидеит, и нефрит равнозначны по благородству и по качеству камня. Куда обиднее приобрести вместо жидеита или нефрита какую-то пластмассу, подделку или другие менее дорогие камни, безусловно, которые стоят существенно меньше. Вот какие названия обманки прижились в наших торговых сетях под названием слова «жидеит», то есть как называют камни, которые имитируют жидеит. Например, трансвальский жад. Трансвальский жад – это порода, состоящая из гранатограсуляра, то есть по факту она непрозрачная и к жидеиту не имеет никакого отношения. Еще одно название – австралийский жад. Австралийский жад, по сути, этим названием называют хризопраз. Хотя хризопраз и относится к самоцветам, то есть также используется в ювелирно-подделочных целях, однако он существенно меньше, и поэтому, безусловно, его стоимость ниже. Новый жад. Новым жадом называют серпентин или его породу серпентинит. По стоимости намного меньше используется исключительно как подделочное сырье, скорее для изготовления каких-то шкатулок, статуэток и так далее, то есть намного меньше используется именно в ювелирном деле. Ну и, наконец, такие названия, как белый жад, красный жад, лиловый жад и так далее. По сути, это кварц, который просто был подкрашен в разные оттенки. Ну, стоимость кварца, в общем-то, недорогая, потому что кварц является породообразующим минералом на нашей планете, и его количество приведено к 40% во всех горных породах. Поэтому, на мой взгляд, безусловно, будет обидно получить вместо жидеита просто кварц. В целом, могу сказать, что не стоит доверять, если вы делаете покупку за границей, слову жад, потому что жадом может оказаться как жидеит и нефрит, так и, в общем-то, все что угодно. То есть, доля того, что там будет именно жидеит и нефрит, составляет не более 10%. Если вы покупаете изделие существенное по цене и достаточно дорогое, обязательно требуйте гемологический сертификат, чтобы вы понимали, собственно говоря, природу происхождения этого камня. Спасибо, что посмотрели до конца. Буду очень признательна за ваши впечатления, комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами завтра, где я расскажу об интересном минерале под названием дымчатый кварц, его торговое название Раухтапаз, и почему за ним охотятся тибетские монахи.